Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале, своих любимых, замечательных, дорогих подписчиков и тех, которые первый раз ко мне зашли на канал. Добро пожаловать! Хочу поблагодарить своего дорогого, любимого спонсора. Это Светлана, которая живет в республике Коми, город Ухта. Светочка, дорогая, спасибо огромное за оказание мне материальной помощи для моего канала. Мне очень-очень приятно. Спасибо огромное! И также хочу передать всем-всем большой огромный привет и тем, кто живет в городе Ухта, и тем, кто меня смотрит. Это по всему миру. У меня очень много подписчиков из разных стран. Всем огромный привет и Америке, и Германии, и Израилю, и России, конечно. Сейчас будет тема, тоже касаемо работы. И такую тему мне предложила Светлана. Она мне написала. Посмотрите, пожалуйста, Яночка. Давайте посмотрим. Давайте прошерстим ваш коллектив там, где вы работаете. И мы посмотрим, кто ваш друг, кто вам враг, а кто вам просто так. Так, я буду выкладывать шесть карт. Вам нужно будет выбрать всего лишь одну карту, чисто интуитивно. Задумав, такой вопрос, да, вот кто у меня на работе враг, кто друг, например, и кому стоит доверять, а кому нет. И мы сейчас посмотрим. Можете загадать просто цифру, а можете загадать просто одну карту. Я буду выкладывать шесть. Чисто интуитивно. Доверяйте себе, свои интуиции. Думайте о своей работе. Также еще хочу сказать, что лично я принимаю в WhatsApp, в Viber и в Skype каждый день с 7 вечера до 12 ночи. Все, кто хотят ко мне обратиться, обращайтесь. Ничего заранее мне писать не надо. Рассказывать свою судьбу мне не нужно. Фотографии присылать мне никакие не нужно. На личном приеме через видео я смотрю на вас, вы смотрите на меня, вы задаете мне вопросы, и я вам отвечаю. Абсолютно на любой вопрос, на любого человека. Итак, давайте посмотрим ваш коллектив. Кто у вас там друг, кто враг, и что у вас там происходит. Итак, первая карта. Вторая карта. Третья карта. Четвертая карта. Пятая карта. И шестая карта. Выбирайте одну из шести. Если вы хотите узнать, кто друг, а кто враг, у меня на работе. Интуитивно. Почувствуйте. Выбрали? Давайте тогда будем смотреть. Так, первая карта. Кто друг, кто враг. Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что на вашей этой работе больше врагов, чем друзей. Потому что вы себя чувствуете, знаете, на энергетическом уровне очень низко. Вы даже чувствуете, что у вас там глазят за вас, знаете, вот как вампирят, как люди, которые с вас энергию сосут. Вы какой пришли на эту работу и почувствуете, какая вы сейчас, вы как выжатая, вы как больная там вся просто на этой работе. Эта работа вас убивает. Эти люди, которые вас там видят постоянно, ваши коллеги, они вас жирают энергетически. Они с вас соки все высасывают. Если у вас там друг, а если у вас там враг. Да, у вас там больше врагов, конечно. Абсолютно, говорю, 100%. Потому что, посмотрите, какие карты вышли. Рыцарь мечей, семерка мечей, хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварство, воровство, злость, разговоры, холод, драки, сплетни. Это просто ужас. Бегите оттуда, дорогие мои, бегите. Там больше врагов, чем друзей. А есть ли у вас там все-таки друг? Давайте посмотрим, есть ли у вас все-таки там друг. Да, есть. Все-таки есть друг. Может быть, это женщина-начальница. Или женщина, которая со стажем работает давно, к которым вам очень хорошо относится. Может быть, это непосредственно ваш начальник. Женщина, которая выдает вам деньги, которая вам, я не знаю, начальница, может быть, бухгалтер. То есть, женщина богатая, женщина-начальница, женщина благоустроенная, с материальным ресурсом, которая кормит, которая дает, которая помогает. Это единственный ваш друг. Все остальное там враги. И само место тоже. Бегите оттуда. Хотя вам сложно будет сделать, потому что, может быть, за счет этой женщины вы там держитесь. Но вот как-то так. Дальше, дальше. Вторая, вторая. Кто загадал цифру номер два на этой работе? Вы знаете, на этой работе у меня такое ощущение, как будто там 50 на 50. Сколько врагов, столько и друзей. И можно сказать, что вы там вообще работать не хотите, потому что сама атмосфера, сам климат, само расположение этого места и людей на вас так действует, на вас так давит, что вам вообще ничего делать даже не хочется. Скука, апатия, депрессия, дискомфорт. Вы как будто сидите и думаете, боже мой, когда же я уже уйду с этого места? Боже мой, ну когда же я уже уйду с этого места? Сколько можно? Уже сил моих больше нету здесь сидеть, на все эти рожи смотреть, да? Давайте посмотрим, есть ли у вас все-таки враги там, а? Вы одиноки. Вы на этом месте одиноки сами по себе. Или вы действительно работаете только на себя? Да, люди есть рядом, но они к вам никак не относятся. Может быть, у вас свой отдельный кабинет. И вы непосредственно работаете только на себя. Или же, или же, вы как белая ворона в этом коллективе. Люди есть, но, знаете, такое ощущение, как будто вот никто с вами сблизиться не хочет. Все как-то вот чисто только по деловому, по рабочему к вам обращаются. Есть ли у вас там враги? Есть ли у вас там враги? Скорее всего, что уже пока... Нет, что уже нету, скорее всего. Потому что разъяснили ситуацию, уже поругались, выяснили отношения. Врагов, наверное, уже на место поставили, да? Объяснили им, где раки зимуют. Да, скорее всего, уже врагов нету, говорю точно. Хотя были. Были враги, но уже как-то все поспокойнее стало. Хотя все равно, с этого места хотите уйти, что-то вам там не нравится. Не нравится, скучно, дискомфортно. Общаться все-таки хочется, помогать кому-то хочется, да, взаимодействовать. Но вот так очень, как будто ничего не получается на этой работе. Вы действительно как белая ворона, одиночка, сами по себе. Ну и уйти с этой работы тоже не можете, потому что вы очень трудно все в этой жизни отпускаете. Мужчин, людей, деньги и так далее, и так далее. Вы из той категории женщин, ревнивец, женщина ревнивая и собственница. Вот мое не отдам. Точно так же относитесь к этой работе. И поэтому сделали все так, что ну ничего, буду работать. Пока что есть вот то, что вот такая работа. Пока другой нету, никуда не поделать. Ну ничего не поделать, да, вот как-то так. Хотя вам очень сложно, очень сложно. Друзей в принципе не вижу. И враги уже как-то тоже, знаете, как будто отошли. Были враги, но вы с ними разобрались. А друзей не вижу у вас. Я бы еще посоветовала бы вам, найдите хорошее место и уходите. Не надо терпеть, не надо ждать. Никому все равно ничего не докажешь. Думайте в первую очередь о себе. Итак, кто загадал третью позицию? Так, ну вы прям огонь. Огонь на работе. И друзей, наверное, хватает. И враги, наверное, боятся, да. Потому что вы такая, знаете, вы из той породы людей, которая говорит, что хочет. Если кому-то не нравится, это их проблемы, да. Я такая, какая я есть. Или ты меня любишь, или ты возле меня вообще тебя не будет. Вот так вот. Я такая ясная, я такая солнечная. И воспринимай меня такой, какая я есть. По-другому, значит, никак. Есть ли у вас враги? Да нету. Потому что вы звезда. Вы на своей работе звезда. Вы или начальница, или высокое положение имеете, или на таких правах находитесь, что там все прям, я не знаю, пикнуть боятся. Вы очень красивая, очень яркая. Вы очень способная такая. Умница, да, умница, красавица и комсомолка. Поэтому врагов не вижу. Хотя у меня такое ощущение, что завистники есть. Но завистники, наверное, как-то помалкивают. Боятся что-то вам сказать. Друзей, может быть, подхалимов много. Есть ли у вас враги? Есть ли у вас друзья? Да, потому что люди вас нуждаются. И у вас нету врагов. Может быть, есть, но они как-то молчат, эти враги. Молчат, потому что вас нуждаются. На вас держится вся работа абсолютно. И попробую вам что-нибудь не так скажи. И вы работать не будете. И все развалится. Потому что у вас мощь, сила, харизма. Может быть, вы знаете огненного знака, зодиак, овен, лев, стрелец. Но лев, наверное, точно. Вот это вот харизма, силы. Потому что здесь еще сила вышла, да? С изображением льва. Может быть, вы действительно такая солнечная женщина. С знаки, зодиак, лев. И все от вас зависит. Вы держите это место. Вы всем управляете. И все остальные должны молчать. И слушаться вас. Поэтому я не вижу ни врагов, не вижу ни друзей. Больше побаиваются, завидуют. За спиной чуть-чуть шепчутся. А в глаза боятся сказать. Потому что вы кормите, вы управляете, вы даете всем работы. Да? Ну а как по-другому? Станешь врагом, вылетишь, значит. Вот это все понимают. Если у вас все-таки... А есть у вас все-таки друг? Друг все-таки есть у вас на работе там? Ну, возможно, мужчина. Мужчина ваш друг. Я просто не знаю, кто этот мужчина по должности. Но один мужчина это ваш друг. Я даже больше могу сказать. Скорее всего, вы дружите только с мужчинами, не с женщинами. Но это ваш характер. Потому что женщины вам ничего интересного дать не могут. Кроме как сплетинг, который вы терпеть не можете. А мужчина это очень такой, знаете... Ну, мужчина что-то интересное может привнести, сказать, поделиться с чем-то с вами. Да? Вот. Скорее всего, друг только мужчина. Мужчина, возможно, воздушного знака зодиак. Это водолевесы-близнецы. Ну, или обращается. То есть, вернее, асцендент или луна у него, да? Мужчина находится в этом знаке. Воздух. Мужчина достаточно очень умный, холодный, жесткий такой, знаете... Безэмоциональный. Но голова у него хорошо варит. Вот может быть он в подчинении у вас. Или ваш тоже как начальник. Может быть вместе с ним работать. Вот он ваш друг. Хорошо, смотрим дальше. Кто загадал цифру номер 4? Так. Ну, здесь очень много врагов. Потому что уже семерка мечей вышла. Ой, я продам. Тройка мечей вышла. А тройка мечей это у нас разбитое сердце. Это у нас разочарование. Все. Мы разочаровались. Были друзья. И то бросили, обманули, предали. Все. Больше доверять никому не буду, называется. Так. Ваш коллектив. Кто друг, кто враг. Кто друг, кто враг. Знаете, может быть... Кто друг, кто враг. Давайте я скажу так. У вас очень много страхов и каких-то опасений. Что кто-то действительно хочет вам сделать плохо на работе. Кто-то против вас. Может быть, ведется какая-то борьба против вас. Или там какая-то, я не знаю, там что-то... Какая-то заварушка, да. Там люди пытаются как-то убрать. Может быть, у вас место, да. Может быть, вы об этом думаете и спать не можете. Бессонница развивается. Страхов очень много. Опасений каких-то, да. Что я вообще меня выгинул с этой работы. Что я потом буду делать? Может быть, я неправильно себя веду. И меня неправильно оценивают. Вот здесь дама вышла. Дама мечей. Я думаю, что это вы, скорее всего. И вы боитесь. Вы, знаете, вы милая, нежная, теплая, хорошая, добрая женщина, девушка. Но если с вами так, точно так же по-доброму. Но не дай бог, если кто-то на вас начнет нападать. Или словами, или действиями. Ох, вы тогда за себя постоите. Вот вы точно так же ведете себя на работе. Вы всегда можете дать отпор, потому что вы уже натренировались в этом плане. Вас уже, наверное, и предавали, и оскорбляли, и нападали на вас. И вы на этой работе уже заработали себе вот это металлическое сердце. То, что я вначале сказала, тройка мечей. Это разочарование, это страдание. Вы через это уже прошли на этой работе. Работать, скорее всего, на этой работе давно. Давно и пришли уже к тому, что, ну, я всегда могу за себя постоять. Да, я милая, хорошая, нежная, пушистая. Первой ни на кого не нападаю, никому плохо не делаю. И сплетничать я тоже не люблю. Но отпор могу всегда дать. Так, а кто у вас там друг? Кто у вас там друг? Ну, друзья, я как-то не вижу. Хотя, может быть, мужчина какой-то. Мужчина, который вас поддерживает, который вам помогает. Может быть, мужчина, да. Но он так, знаете, как-то непосредственно. Я не вижу, чтобы он активно прям вам там помогал или поддерживал. Ну, как-то непосредственно он там есть его присутствием. В основном 50 на 50, по-моему. Там всего хватает и врагов, и друзей. Хотя, друзья, это, знаете, в кавычках связаны там. Можно сказать, что это друзья. Дальше. Кто загадал цифру номер 5? Если у вас в коллективе друзья или враги, у вас есть завистники. Это я могу сказать 100%. Я врагов не вижу. И друзей тоже не вижу. Друзей, наверное, очень-очень мало. Там, знаете, тоже, наверное, в кавычках. И по пальцам можно посчитать. В основном завистники. А почему? Потому что вы лучший работник в этом месте. И вы профессионал. И так как вы работаете, другим на зависть. Другие смотрят и постоянно думают, а как у нее это получается? Вообще просто все в шоке. Как она успевает вообще все делать? У нее же дом, дети, муж, там еще что-то там, да. Любовник. А она вот какая-то прям такая активная на работе. Как у нее это получается? Все просто в шоке. Потому что никто так не может работать, как вы. Ну вот, вот вы такой имеете характер. Вы всегда считаете, если я взялась за что-то, я должна довести до ума. И должна всем показать, как это нужно сделать правильно, с умом. Вот что вы и делаете. Дальше. Дальше. Если у вас друзья и если у вас враги, я могу сказать, что вас скорее всего поддерживает мужчина какой-то, может быть, да. Потому что, может быть, вы вместе с ним работаете, он вас поддерживает. Или коллега, или компаньон, или еще кто-то, да. Мужчина, который вас вдохновляет, который вам дает поддержку. Хотя вы с ним тоже ругаетесь, но он не является вашим врагом. Он скорее ваш друг, который иногда любит с вами поспорить. Ну, как и, ну, как всегда, в споре рождается истина, да. Вы можете с ним по-свойски поспорить, ради того, чтобы к чему-то прийти единому. Дальше. Если у вас враги, если у вас враги, если у вас враги, я скажу так. Возможно, вы зависите от какой-то женщины. Женщина-начальница. Вот как она захочет, так и будет. Потому что деньги, деньги, место работы зависят от нее. Если вы будете плохо к ней относиться, да, она сделает так, что у вас просто выгонится эта работа. И вы уйдете без ничего. Поэтому это женщина-материалистка, женщина-высокомерная, женщина, которая любит себя. Дама Пентакли, возможно, женщина, ой, господи, земного знака зодиак. Это телец, дева Козирог. Женщина такая, любит красиво одеваться, любит золото, украшения и так далее. И, возможно, это ее бизнес, возможно, это ее дело, возможно, она там начальница. И от нее зависит, да. А у нас, как говорится, метла метет по-своему. Вот она как метла хочет, чтобы все было так, как она хочет. И, не дай бог, с ней поругаться, не дай бог стать ее врагом, она уволит сразу. Или же, если это не начальница, то непосредственно такой, так скажем, высокопоставленный человек, который всем управляет. И вот с ней нужно аккуратно, с ней и так нужно, знаете, иметь понимание, на какой козе к ней подъехать вообще, как ее там по головке погладить, да. Вот так вот, имейте в виду. Так, дальше поехали. Шестая позиция. Шестая позиция, да. У вас тоже, дорогие мои, есть достаточно много завистников, хоть отбавляй. И, знаете, все претендуют на ваш пост, на ваше место, на вашу работу. Как бы все хотели, чтобы вы ушли с этого места, с этой работы? Ну, потому что все думают, а почему это она? Мы тоже хотим. А почему ей такие привилегии? Чем она лучше нас? Вот так вот все думают. Поэтому завистников, ну, врагов, наверное, тоже, да, достаточно. Итак, если у вас враги на этой работе, если у вас враги на этой работе, ну, скорее всего, да, есть враги. Может быть, вы уже с кем-то ругались и там выяснили отношения. А если у вас друзья на этой работе, друзья есть, может быть, король Пентакли, мужчина, начальник, мужчина-коллега, который вас поддерживает, который вам дает возможность работать на этом месте, да? Может быть, это его бизнес, может быть, это его работа. Друзья, 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 да, он помогает, помогает вам, вас поддерживает, чтобы вас не трогали. Может быть, он дает вам возможность подниматься по карьерной лестнице вверх. И, ну, я сейчас кое-что скажу, только не обижайтесь. Может быть, вы себе пробиваете путь через вот этого, так скажем, высокопоставленного человека, делаете себе карьерную, ну, карьерный рост, да, как женщина, которая хочет подняться вверх. Она иногда идет через постель, там, через всякие любовные, да, интриги, романы, заводя, например, эти романы на работе, да, для того, чтобы мужчина как-то ей помог. Может быть, здесь вот этот вариант идет, этот вариант идет. Поэтому вам бояться ничего не стоит, вас прикрывает, так скажем, вот этот высокопоставленный мужчина. И сколько бы там завистников не было, они все как будто чувствуют, что вас трогать не надо абсолютно, потому что за вашей спиной есть, так скажем, кто-то, кто вас крышует, так скажем, крышует и вас держит на этом месте. Все это, скорее всего, понимают, поэтому ничего сделать не могут, согнать вас с этого места не могут. Так что, так что, друзья-то есть у вас, друзья? Вот если только мужчина, если только мужчина, командировки могут быть какие-то, информация какая-то. Ну и по дьяволу, да, здесь замешана и магия, возможно, может быть, вы делали на этого мужчину магию, чтобы он вас, так скажем, помог вам в карьерном росте. Может быть, вы с ним, так скажем, занимаетесь сексом, используйте этого мужчину себе во благо, как умная, мудрая женщина, да. Потому что здесь власть, секс, деньги и сильные-сильные привязки за счет этого мужчина, да, подняться по работе. Ну, как вот возможность, потому что здесь четко вот это вот идет, четко идет. Если то, что я сейчас сказала, вы со мной не согласны, перезагадайте, ваша интуиция вас подвела. Потому что то, что я сказала, здесь это есть. Здесь женщина, которая за счет мужчины делает себе карьерный рост. Ну, поднимается по карьерной лестнице. Вот такой был расклад. Может быть, кому-то он пригодится, кому-то будет интересно посмотреть со стороны, что происходит у него на работе. Я всем желаю всего хорошего, девочки мои красавицы. Всем желаю, чтобы у вас никогда не было врагов, а были только близкие, хорошие, родные люди, тоже на работе, которые вас будут понимать, которые вас будут уважать, ценить. И желаю вам всего хорошего. Всех люблю вас, всех обожаю вас. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что меня смотрите. И всего хорошего. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok